Мы переходим дальше и сейчас мы узнаем, как сделать voice tag и вообще, что это такое. Voice tag это, скажем так, некая фраза, которая практически всегда является названием вашего продакшена, то есть, например, у меня это inspire beats, у вас это может быть какой-то другой битс или как-то иначе вы можете себя называть, то есть это ваш такой псевдоним как битмейкера и вы этот voice tag, давайте его прослушаем отдельно, inspire beats, вы его вставляете в свой проект для того, чтобы сделать mp3, которая будет у нас такая демонстрационная, которую вы будете загружать везде, чтобы клиенты слушали эту самую mp3, и если бит им нравится, то они уже покупали у вас либо mp3 версию вашего бита без voice tag, либо вафф версию вашего бита тоже без voice tag, либо трекаут или мультитрек, ну естественно тоже без voice tag. И это, в общем-то, некоторые такие так называемые лицензии, о них мы позже поговорим, то есть наша задача сделать еще одну версию вашего бита в формате mp3, где у вас будет вот этот вот voice tag. Он нужен для того, чтобы никто не своровал ваш бит, потому что логично, зачем артисту платить вам деньги, если он может взять этот бит и записать туда свой вокал поверх вашего бита. Но если у вас есть voice tag, то у него это сделать не получится. Он спалится, что использовал чужой бит с voice tag. Итак, значит, как вообще сделать этот voice tag? Фундаментально есть три варианта, и я сейчас покажу все три варианта. Конкретно этот voice tag был сделан первым вариантом. И первый вариант это просто найти каких-то людей, которые профессионально занимаются созданием voice tag. Как вот я сделал еще в 2019 году, в далеком, то есть давным-давно, я заказал voice tag на английском языке. У меня девушка задала вопрос, какая интонация нужна, то есть эмоции какие нужно передать. Я пишу такие, все окей, цена, сроки, реквизиты я оплачиваю, и после она мне присылает voice tag. Я говорю, все ништяк, она просит оставить отзыв, я оставляю отзыв, все, мы сработали, все вообще замечательно. Вопрос буквально там, вот смотрите, 30 августа я ей написал, 1 сентября она мне уже все скинула. Вообще ништяк. Если что, вот, можете найти в ВКонтакте именно вот ее. Цены, кстати, смотрите, не изменились с 2019 года, судя по всему. Так что вообще просто подарок. Также я не призываю вас пользоваться именно этими, ну вот именно услугами этой группы, потому что вы можете найти, в общем-то, любой другой. Здесь как бы дело вкуса, я показываю именно то, что делал я сам, то есть делюсь своим опытом. Конкретно я пользовался этим сервисом. Есть второй вариант, бесплатный. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Работает тоже достаточно неплохо, но хуже, чем платный. Вы просто в гугле пишите «синтезатор речи». Я вот методом тыка нашел второй вариант. Он мне показался наиболее адекватным и он бесплатный. То есть некоторые сервисы там нужно зарегистрироваться или нужно оплатить или там какой-то синтезатор речи стрёмный. Вот этот, в принципе, мне понравилось, как звучит. Здесь мы пишем «Inspire Beats». Выбираем на каком языке. Ну понятно, что это на английском. Выбираем, кто нам будет говорить. Либо Гарри мужским голосом, либо Ава женским голосом. Здесь вы можете задать всякие дополнительные настройки, но я думаю, не нужно объяснять, что это такое. Нажимаете «Озвучить». «Inspire Beats». Все. «Inspire Beats». Дальше вы нажимаете «Сохранить». Вот сюда вот «Скачать». У вас он скачивается в формате MP3. И, в принципе, все. Как бы здесь можно выбрать еще формат WAV, но почему-то он все равно скачивает в формате MP3. Ну, на самом деле, для войс тега WAV или MP3 особого значения не имеет. Соответственно, вы можете здесь повыбирать разных людей, ну, людей это громко сказано, да, разных ботов, разные голоса, которые вам понравятся. Ну, например, может быть, он говорит слишком быстро, а я хочу сделать его чутка помедленнее, что-то он торопится куда-то. Что-то долго думает. «Inspire Beats». О, вот так нормально. Тоже можно скачать. Все. Это вот еще один из вариантов. И есть третий, наконец, вариант. Это когда вы просто берете и прям конкретно своим собственным голосом записываете в микрофон. «Inspire Beats». «Inspire Beats». «Inspire Beats». С разной интонацией. И затем это все у вас переносится в Logic. То есть три варианта. Заказать у людей, кто этим занимается профессионально. Использовать каких-то ботов, синтезаторы речи. Благо сейчас на дворе искусственный интеллект уже чуть ли не ходит рядом с нами. Вот. И действительно, ну, это можно сделать достаточно хорошо. И третий вариант – записать самому. Затем, когда вы это сделали, смотрите, еще сразу покажу, что здесь она записала несколько вариантов того, как это может звучать. И вы можете выбирать те варианты, которые вам нравятся. Причем для разных битов можете использовать разные. И дальше вы их просто вот так вот ставите в свой бит. Вы ставите их в самое начало желательно. Потом куда-то вот сюда, когда начинается там какая-то дроповая часть. То есть можете поставить дальше. То есть поставьте их с одной стороны нередко, а с другой стороны не сильно часто. То есть если они будут сильно часто фигурировать, то они будут сильно напрягать вашего потенциального клиента даже в предпрослушке. Но зато больше защищенность, так скажем. Если же вы ставите их очень редко, то как бы, ну, в принципе, они все равно тоже есть в вашем бите. Но я рекомендую вот каждые там хотя бы, ну, допустим, 8 тактов. Слушаем, как это все звучит. Естественно, inspire beats. И на beats начинается дроп. Все, вот так вот мне нравится. То есть понятно, да, как сделать voice tag, как его добавить. Расставляете его на протяжении всего, значит, бита. Желательно использовать тот же ревер, что и в бите, чтобы этот voice tag звучал корректно. И в итоге просто экспортируете одним-единственным mp3 файлом с этим voice tag свой бит. И дальше мы его будем загружать.